Здравствуйте, друзья! Это Бизнес Номада. Сегодня у нас в гостях очень популярный блогер, известный медиамаркетолог Айман Куламбетова. Здравствуйте! Очень рада тебя видеть. И первый вопрос, который меня попросили задать коллеги, почему произошел ребрендинг тебя в социальных сетях из короткого нами в твое официальное имя по удостоверению в Айман Куламбетов? Да, но не только ребрендинг по имени, но и новый аккаунт. Да. Причин было несколько. На самом деле это не было моим каким-то решением. То есть глупо отказываться от аккаунта, который раскачанный, о котором знают, на котором у тебя есть обязательства к хитре перед рекомендателями. Но на мой аккаунт два раза была атака, когда я запускала свои курсы и также по прилету в Казахстан. Я не знаю, кто меня так любит. Здравствуйте! И я решила, что, наверное, время пришло. Как говорится, если лошадь сдохла, с нее нужно слезть. Я подумала, я не мой блог. Мой блог – это часть меня. И я готова перейти, открыть новую страницу. И на самом деле это было не спонтанным решением, бездумным. Я все понимала, тот аккаунт был уже на протяжении 10 лет. И там было очень много мертвых душ. То есть аккаунты, которые уже потеряли пароли, люди, которые не сидят больше в социальных сетях, люди, которые умерли в том числе. И у кого много подписчиков и у кого старый аккаунт, у них у всех есть эта проблема. Из-за этого статистика очень сильно падает. И она находится в таком падающем состоянии уже довольно долго. Из-за этого твои рилсы не пропускаются в популярное. Просто потому, что отклика от аудитории нет. Потому что у аудитории, у большей части твоей аудитории ты находишься там в конце где-нибудь, в просмотрах. Поэтому с этой точки зрения все очень хорошо сложилось. И сейчас за месяц у нас 63 тысячи вроде подписчиков и 26 миллионов посещений за месяц. Слушай, так круто получается твой кейс. Он, правда, получился из-за в том числе внешних факторов. Но если у кого-то это происходит, не бойтесь создать новый. Не бойтесь. Мало того, мои партнеры Венера Байжигит, мы с ней работаем уже 6 лет. Я тоже ей порекомендовал открыть новый аккаунт. Потому что старому аккаунту сначала же у всех были это личные страницы, которые потом перетекли в такую больше профессиональную деятельность. И многим из аккаунтов около 10 лет. Вот моему, например, собственно, да, 10. Вот совет тебе. Попробуй открыть новый аккаунт, да. Новый аккаунт, где будет конкретный, например, все твои нарезки с рилсов, вот с программ, и эти рилсы будут попадать в популярные. У меня сейчас нет ни одного рилс, который не попадает в популярные. Если мы сравним чисто статистически, я, кстати, могу выслать вам, чтобы вы вставили, да? То рилсы на старом аккаунте видели только мои подписчики. И то не все. Там где-то 50% максимум набиралось. И два раза за всю историю того, как появился рилс, меня выпускало популярное. Теперь каждый ролик выходит популярный, и меня видит не моя целевая аудитория. Конечно, там тоже есть свои нюансы в этих алгоритмах Инстаграма. Рилсы, которые набирают от полумиллиона и выше, там совсем не моя аудитория. И я бы хотела, чтобы мои рилсы набирали 300-400 тысяч. Значит, это вот идеально. В какой момент за, давай, 10 лет возьмем отрезок, блок стал бизнесом? Когда я начала с него зарабатывать деньги, это 4 года. 4 года назад. То есть профессиональная деятельность именно как блогера я начала 7 лет назад. Но первые 3 года я практически не зарабатывала на блоге и делала это специально. То есть не зарабатывала ни в виде кэша, ни в виде бартера. Я отказывалась от всех бартерных историй, потому что я как медиамаркетолог понимала, что все это остается в истории, и что лояльность аудитории выстраивается не за один день, и что они должны всем рекомендациям, которые они следуют от тебя, они не должны быть в них разочарованы, во-первых. Во-трых, они не должны быть запутаны. То есть когда блогеры сначала рекламируют одно, что сегодня это самая лучшая вода, завтра это самая лучшая вода, послезавтра третий бренд, то фокус аудитории, он рассеивается, и в итоге страдает как выхлоп от рекламы, в долгосрочную это всегда будет поражение. Поэтому первые 3 года я не занималась именно продажей рекламы. У нас были какие-то разовые выходили акции с Гербер. Ну то есть если это были бренды, конечно, я выпускала, но салоны красоты, наращивание ресниц, косметология и так далее и тому подобное я не брала. Суши, помнишь, всем продакали? Суши вначале. Ни разу, кстати, у меня не было рекламы, Суши. Реклама за еду, да. Реклама за еду. И когда я начала зарабатывать, то есть у меня сразу был высокий ценник. Сразу высокий ценник, и я ориентировалась на то, сколько при таком же количестве аудиторий зарабатывают мужчины-блогеры. И на самом деле немногие об этом знают. Ту работу, которую я проделала для всех женщин в нашей сфере, это что я добилась равных гонораров и для мужчин, и для женщин. Потому что бренды не были готовы платить женщинам столько, сколько они платили и Ликбаеву, и Битуали Бекову, и на тот момент там еще у нас был Фантастика Фо, да? Да. Рашев и Хайрат. И я говорила тогда, я не смогу вас брать. И в какой-то момент переводилась? Ну, потому что бренды хотели, и не осталось у них выбора. Очень классный кейс, за него тебе отдельное большое спасибо. Тебе кто-то в офлайне говорил спасибо нами, благодаря тебе. Я не думаю просто, что кто-то об этом вообще знает, потому что я об этом никогда никому не говорила. И естественно, в моменте ты отказываешься от заработка. Ты откажешься от заработка, который никогда не бывает лишним. Учитывая, что вначале я же работала в вентагентстве, почему у меня не было никогда необходимости сразу зарабатывать с блога, потому что я всегда зарабатывала из нескольких источников. Но когда я вернулась с Бали впервые, это было 4 года назад, в Казахстан, в Алматы, я решила, что время пришло, и я перестала посещать мероприятия. Если это только не мои какие-то старые добрые партнеры, то только за гонорар. И гонорар не за посещение, а гонорар за рекламу, которую они хотят. Будь то сторис или пост, вот по гонорару. Очень интересно. То есть таким образом и для аудитории ты выстроила понимание того, что то, что ты рекламируешь… Это, кстати, отдельный вопрос. Ты знаешь, за последний период этому достаточно много времени посвящали. Должен ли публичный человек в области диджитальных медиа каждого рекламодателя чекать? Потому что сейчас по закону какой-то такой отдельной истории нет. А по твоим ощущениям… Ну, естественно. У нас были случаи, когда я разрывала партнерские отношения с брендами. Но это был в основном малый и средний бизнес. Конечно, крупные бизнесы, там и так у них все как часики работают. Но если это малый и средний бизнес, то если они не реагируют на какие-то конфликтные ситуации, связанные с моими подписчиками, которые приобрели у них услугу… То есть косяки бывают в любом бизнесе. Не бывает бизнеса без косяков. Но если… Мне всегда прислали, когда я стала амбассадором Технодома, я, кстати, была их амбассадором три года, сейчас мы обсуждаем продление контракта, я знала все, что происходит в колл-центре, я знала все, что происходит на кассах, я знала, что происходит с их бонусной системой, а как там кому-то бонусы начислили, не начислили. Хотя я работаю только с маркетинговым отделом, но в этом плане я люблю своих партнеров, и с кем я долго работаю, они все такие. Неважно, это будь то маркетолог, Гаухар, например, Технодом. Я звоню и с вопросами от моего подписчика, который мне писал вот такую историю, что у него не перекинулись бонусы, из-за этого он не смог купить себе ноутбук, и теперь вот он просит меня помочь в этом разобраться. Какая-то система была, ошибка в системе была. И Гаухар поднимает эти отделы, они это решают. То есть я считаю, что отношение к тому, что ты рекламируешь, должно быть именно таким. Понятно, что ты не можешь разбираться во всем, но ты же с кем-то контактируешь из бренда, и с ним ты должен решать вопрос. Если этот человек не готов, если они игнорируют по факту проблемы их клиентов, которых ты привел, тогда ты делаешь выбор больше не работать с этим партнером, потому что ты теряешь лояльность. И в долгосрочную это сыграет тебе в минус. Да, ты не потеряешь этого партнера, но в дальнейшем ты потеряешь аудиторию, которая была готова покупать. И покупала. Но потом перестала, потому что не чувствует себя вне безопасности. Теперь тебе вопрос, как к профессионалу именно в диджитальных медиа. Мы когда открывали намады, мы сразу поняли, может быть не сразу, но где-то через месяц-полтора, что мы не просто подкаст, мы все-таки выстраиваем медиа. Сейчас мы это прям закрепили и будем реализовывать. И поэтому история, что мы сразу на всех площадках, в нужных, на этих площадках форматах, она, конечно, требует ежедневной большой работы. Не каждый персональный блогер готов к такой работе. И дальше охватываем большее количество площадок. Но, если говорить о личных блогах, которые, возможно, вырастут во что-то большее, можно ли думать о других площадках, кроме Инстаграма на старте? Вот твои личные ощущения? ТикТок, да, бесспорно. ТикТок обязательно. В ТикТоке сейчас вообще очень много. Если открыть мою новостную ленту в ТикТоке, у меня все как раз-таки записи из подкастов, какие-то психологические тренинги, какие-то бизнес-тренинги. И вырванные из контекста пусть, но где идет основная мысль с титрами. И они очень хорошо сейчас заходят в ТикТоке. То есть, если раньше ТикТок это было все только про танцы и челленджи, то сейчас это совершенно другая история. А как твой ТикТок себя ощущает? Я не веду ТикТок. Не хочешь? Не будешь? Я вообще не распыляюсь. То есть, за все эти годы мне YouTube предлагали. Почему вы не сделаете программ на YouTube? Почему вы не сделаете вот это, пятое-десятое? Так как я работаю одна, у меня нет команды. У меня нет копирайтера, у меня нет SMM-чика, у меня нет визуального контент-мейкера, у меня нет никого. Даже видеографа нет, который за мной бы ходил. Поэтому чисто физически я думаю, что у меня нет времени этим заниматься. Мне бы это освоить, потому что я читаю все сообщения. Это же разбор дайректа, и это не только та работа, которую видно выставить контент. То есть, все переговоры с подрядчиками, все переговоры с партнерами, прописывание сценариев рекламных постов, утверждение, закрывающие документы, то есть, с бухгалтером, с юристом. То есть, мне нужно быть постоянно связи, и просто мне физически не хватает на другие площадки. А как ты видишь дальше? Я дальше не смотрю. Я фокусируюсь на том, что есть сейчас. Ой, как интересно. Я фокусируюсь на том, что есть сейчас. Я знаю, что когда ты живешь в доверии к себе, но оно тоже не на пустом месте выражается, я работаю с 14 лет, и я прекрасно понимаю, что я занимаюсь тем, что мне нравится. Я всю жизнь занималась тем, что мне нравится. Это были абсолютно разные сферы. Это был ресторанный бизнес, это была интернет-коммерция, это была ивентика. Сейчас это блогинг и социальные сети. Как только я из этого почувствую, что выросла, что захочу большего, что уперлась в какой-то потолок финансовый, или, в принципе, закрыла все свои какие-то амбиции, я буду переходить во что-то новое, и оно будет трансформироваться. Но одно идет из другого. И каждая моя деятельность, с которой я занималась, она в итоге помогает мне. То есть сейчас в Инстаграме мне помогает даже то, что я работала в ресторане в свое время официанткой. Так. Очень круто. Почему? Почему помогает? Да. Потому что ты умеешь общаться с людьми. Ты умеешь разбирать кейсы. У официантов же очень непростая работа. Потому что я понимаю психологию людей. Да. И социальные сети на самом деле ничем не отличаются от реальной жизни. То есть раньше мы считали, что есть мир настоящий, мир, где мы живем, и есть онлайн мир, который как будто бы ненастоящий. И все, что ты там делаешь, ты себе сам прощаешь, потому что в сети это же не считается. Именно поэтому в социальных сетях так много негатива, так много желчи. Потому что эти люди, которые пишут то, что они пишут в сетях, они никогда так себя не ведут в реальной жизни. Но это большое заблуждение. Я хочу всем людям, которые поймают сейчас себя на мысли, что они ведут себя не очень красиво в социальных сетях, это уже не часть их. Это уже большая часть их личности. Потому что в сети они проводят большую часть своей жизни, большую часть суток. И где тогда понять, когда ты настоящий, а когда ты уже как будто бы играешься, в плохого человека. Слушай, это такой важный кейс. Ты периодически этому уделяешь внимание. Спасибо тебе большое. Это видно по стори. Если говорить о твоих рекомендациях, возможно, первые, я предполагаю, но все-таки не лишним будет поэтому пройтись. О бизнес, о предпринимателях, о фаундерах стартапов, о тех, кто, может быть, только хочет что-то делать. И вот сейчас, собственно, уже ответил. Ты не можешь не присутствовать онлайн? Ты не можешь не присутствовать. Давай это разберем и поясним людям подробнее. Давай начнем с того, почему люди не хотят там присутствовать. То есть у большинства бизнесменов проблема, что я не хочу, как вот эти блогеры, там везде ходить с телефоном, я не хочу, там, как вот этот, прыгать, бегать, танцевать. Я вообще серьезный человек, я бизнесмен. Я не хочу показывать свою личную жизнь, я вообще не хочу говорить, мне не нравится, как я выгляжу на камеру. И это проблема большинства. Когда ты даешь задачу человеку, или человек задает задачу тебе сам, он в первую очередь думает о том, почему это не надо делать. Я предлагаю поменять фокус внимания и подумать, зачем мне это надо делать. И отсюда понять, что мне не нужно делать это, как кто-то другой. Вы же не строите бизнес, как все бизнесмены, которых вы знаете. Вы строите его так, как можете вы. То же самое. То есть не нужно строить личный бренд. Это непопулярное мнение, которого я придержусь, как медиамаркетолог, и которое идет в разрез со всем, чему учит инфобизнес. Это хорошо. Где все учат строить личный бренд, где все учат создавать личный бренд. Мы и есть личный бренд. То есть Терек Акишев, который в жизни, это и есть личный бренд. Нет соцсетей, все равно у тебя есть личный бренд среди людей, которые тебя знают и которые имеют о тебе какое-то мнение, которое было выстроено благодаря твоему поведению, благодаря тому, как ты одеваешься, как ты разговариваешь и что ты в своей жизни делаешь. Именно на этом мнении построены их кредит доверия к тебе. Все то же самое ты делаешь в социальных сетях. То есть ты же выбираешь модель поведения в жизни. Ты же не ведешь себя как кто-то другой. Ты ведешь себя так, как выгодно тебе. Потому что ты знаешь, какое впечатление ты хочешь произвести на коллег, на сотрудников, на друзей. И ты ведешь с ними себя по-разному. Социальные сети в этом плане наоборот развязывают руки. Когда мы говорим, слово не воробей, вылететь не поймаешь вживую. Ты что-то сказал, ляпнул, произошло что-то, все. А здесь можно подумать. Пишешь текст, можно подумать, исправить, смонтировать, прежде чем выдавать версию себя на обозрение. Еще у нас не принято в целом говорить о себе. То есть посмотрите на меня, говорить не принято. В целом, общество, я думаю. Согласен. Хвастаться каким-то этим, это считается чем-то таким неправильным, как будто ты в каждой дырке затычка, посмотрите на меня, обратите внимание. А как о тебе там еще узнают? Тебе нужно просто себя показывать на нужных площадках нужной целевой аудитории. И делать это так, как должен делать ты. Вот это очень важный вопрос. На самом деле, я сейчас могу тоже дать одну подсказочку нашей аудитории, которая нас смотрит и готовы, или хотят, возможно, сделать первые шаги. Они удивительно простые, дорогие друзья. Начните, неважно, в любой удобной для вас площадке. Не парьтесь за визуальную составляющую. Я думаю, Айман меня сейчас в этом поддержит. Мысль, содержание, месседж, то, что вы, простите, знаете и любите, вы об этом легко расскажете даже без репетиции. Да. Мне нравится концепция good enough. Так. Когда ты делаешь все, что можешь, с условиями, которые у тебя есть на данный момент. Проблема многих в проявлении в социальных сетях, то, что они думают, это должен быть какой-то продакшен. А у них должен быть прописан сценарий. Это должна быть какая-то картинка, какая-то студия. Наоборот. Если с этого сразу заходить, ну, и только на этом делать. Очень многие сейчас любят сами себе брать интервью. Да. Если есть видео, смотреть уже не могу. Когда они ставят микрофон, кто-то там за кадром задает им вопрос. И непонятно же, кто ты, в чем твои ценности, какой ты человек. Мы доверяем людям не потому, что он сделал что-то в жизни значимое. Мы доверяем, потому что кто этот человек. Какие у него были сложности. Потому что тогда мы можем себя relate to him. Да. Себя с ним отождествлять. Отождествлять. И тогда мы понимаем, что это живой человек. У него есть интересы. У него есть определенный тембр голоса. У него есть какая-то манера речи интересная. Но именно все вот это человеку нравится. На самом деле люди все равно. Людям абсолютно все равно, что вы поели, куда вы поехали, что вы купили. Им все равно. Им интересно, что вы при этом чувствовали. Почему вы это сделали. Для чего вам это надо. Что вы с этого получили. Потому что все хотят перенимать друг другу опыт. Ты сейчас с некоторыми людьми делишься кейсами из твоего замечательного курса. Сейчас будет новый запуск. Расскажи об этом подробнее. Я делала онлайн-курс, но сейчас я перехожу именно в оффлайн. У нас будет обучение 1 июля. В связи с последними событиями я перенесла на июль. Там будет закрытая группа, 20 человек, один день, где мы будем вот так рассказывать. Потому что я считаю, что не нужно учиться тому, как делать контент. Когда у тебя вообще нет представления, для чего тебе это надо делать. Научиться как за 3 секунды можно, открыв YouTube, как делать stories, как писать посты. Если вы не понимаете, для чего вам это надо, поэтому вы проходите 25 курсов, и у вас все равно не двигается ничего с мертвой точки. Потому что вам самому стрёмно это делать. Потому что вы увидели, как делают другие, пытаетесь делать так же. Вам это не нравится. У вас идет внутреннее сопротивление, потому что вы смотрите, и вам не нравится. Вы видите, что это не вы. Что у вас какая-то там фальшь, где желание понравиться, желание выдать желаемое за действительное. И вы сами чувствуете эту фальшь. Ее, естественно, почувствует аудитория, поэтому там и отклика нет. Ты сейчас чуть другими словами, но в принципе говоришь об одной очень важной вещи, которую мы буквально каждый второй выпуск так или иначе затрагиваем. Цель. Цель и полагание. И важная ремарка, кстати, по поводу цели. Почему-то принято считать, что это какая-то быстро реализуемая концепция. Нет. Постановка цели для самого себя у кого-то может даже занять год, иногда два. А выявление настоящей цели может занять еще дольше, потому что очень много целей навязанных. Да. Поэтому в этом смысле этому вопросу просто нужно посвящать время. Да, есть, конечно, короткие шаги, которые могут позволить тебе немножечко поправить прицел. Ну, на самом деле, очень, казалось бы, простой вопрос. А что ты хочешь-то? А что ты хочешь, для чего ты и кто ты? Да. Потому что на вопрос кто ты никто не может ответить. Вот я предлагаю в комментариях нашей аудитории ответить на вопрос кто ты. Очень легкий вопрос. Все говорят, я мама, я называют имя или я там и профессия. Это не вы. Это ваша деятельность, это ваше тело, это ваше имя. А кто вы? В чем ваша суть? Отдай подсказку, а кто ты? А на эти вопросы нельзя отвечать. А-а-а. Если ты знаешь, кто ты, ты не должен об этом говорить, потому что этой информацией можно легко воспользоваться. Например, если ты спросишь меня, я скажу, я в безопасное место, рядом со мной люди чувствуют себя в безопасности. Например. Да. Ты такой, ну, значит, ей можно манипулировать. Сейчас я придам ей внутренние ценности, поглажу ее эго, сделаю так, чтобы она почувствовала, что должна меня защищать, спасать. Все. Теперь я могу этим человеком манипулировать в любых целях. В целях бизнеса, в целях личных и так далее и тому подобное. Я знаю, кто я. И на самом деле вопрос на этот ответ я искала долго. Потому что, когда я услышала впервые, что мы – это не наше имя, мы – это не наше тело, и мы – это не наш род деятельности, я такая, боже, а кто мы? Наверное, мы – это душа. Это очень такое общее понятие. Дальше что ты с этой информацией будешь делать? А для чего нужно понять, кто ты? Потому что тогда ты поймешь, кто твоя аудитория. Потому что аудитория прямо пропорционально зеркалит тебя. И это будет аудитория с похожими ценностями, с похожим лайфстайлом, либо которые стремятся к такому лайфстайлу, которые хотят быть, как Серик Акишев, думать, как Серик Акишев. А тебе сначала надо понять, а как я думаю, а кто я? Тогда ты поймешь, что им нужно. И тогда ты поймешь, что ты можешь там быть собой, потому что им другой не нужен. Они ищут себе подобных. Мы всегда ищем себе подобных. Мы всегда… Вот те же правила, которые в обычной жизни, реальной, я в кавычках говорю, потому что сейчас уже непонятно, где реальная, где нереальная жизнь. Особенно если там о людях, которым сейчас 20 лет, так они вообще… Вообще в оффлайне они не коммуницируют, они даже не разговаривают особо. Они интроверты, им проще в сетях себя выражать. И поэтому same rules apply, те же самые правила, ребят, ничего нового, ничего нового. Это просто еще один из видов матрицы. Коммуникации. Матрицы и коммуникации, в которой мы живем. Все, ничего нового, те же правила. Будь хорошим человеком, уважай себя, отвечай за свои слова, за свои поступки, делай это в своем стиле. То есть понятно, что визуал – это не самая главная часть, и не нужно стремиться, чтобы лента была вылизана. Но это должно быть приятно глазу. Так же вот мы с тобой снимаем. Это же нормально, да. Как приятно глазу чистенько, опрятненько. Вот и контент должен быть чистенький, опрятненький. Речь внятная, мысль связанная. Другое дело, если вы не умеете говорить, потому что вы не умеете мыслить, тогда прежде чем делать контент, можно научиться это сначала делать. Книжки почитать. Книжки почитать, статьи какие-то почитать. Не как стать популярным в Инстаграме, а как развить критическое мышление. Например. Причины, следственные связи. Для чего вообще это нужно? Просто Google. На самом деле в Google столько ответов. И в университете, по крайней мере у меня, я думаю, что сейчас уже и в наших, наверное, университетах этому обучают, как правильно гуглить. То есть этот скилл, который нужен, который облегчает жизнь. Все думают, что в Google нужно смотреть, как куда проехать, как называется там какая-то песня. На самом деле там можно найти вообще все. Абсолютно. Я обожаю, обожаю время, в котором мы живем. И когда меня спрашивают, Айман, откуда вы все это знаете? А как вы все это знаете? Я говорю, ребята, почему вы не знаете? У меня такой вопрос. Это же один клик. Совершенно верно. И еще такой лайфхак дам для всех, кто теперь понял, так, я хочу себя изучить, я хочу себя понять, кто я. Как это сделать легко с помощью тех же социальных сетей, которыми вы все пользуетесь. Если вы сидите в Reels или в TikTok, достаточно частое время, много посещаете этому, открываете свою ленту Reels и честно, без привязки к себе, смотрите на то, что там есть. И если ваша новостная лента, алгоритмы – это очень умная система, и она показывает все, что тебе интересно. И когда ты смотришь, это уже не предвзято, не вовлекаясь в контент, а как бы наблюдая за ним, ты видишь, выпишите, какие там у вас рубрики. Если у вас рубрики, где люди… Знаешь, есть такие видео, где люди едут на велосипедах, падают, им больно. Если у вас вот такие рубрики, если у вас там голые тёлки, сумки, деньги, шмотки, то нужно понять, из чего вы состоите. Это прямое зеркало. Это зеркало всех ваших интересов и тому, чем вы наполнены. И на самом деле это такое кощумство тратить самое дорогое ресурсовое время на просмотр такого контента. Выстроите свою ленту таким образом, чтобы каждый рилс, который попадается вам, каждый тикток, он вас чему-то новому обучал. Потому что очень много профессионалов сейчас в социальных сетях, которые дают очень короткие, сжатые в минутный формат, глубокие мысли. Понятно, что вы эту мысль не можете понять сразу. Вы понимаете общую концепцию. Потом вы берёте слова, которые непонятны, открываете Google или вы заходите уже точечно и ищете книгу под эту мысль, а не наоборот. Нам на самом деле очень упростили жизнь. Раньше нужно было прочитать 100 книг, чтобы вынести 10 мыслей. Сейчас ты ищешь 10 мыслей из коротких минутных роликов и под них ищешь уже как конкретные книги. Есть ещё там сервисы, их не так много. Саммери сервисы, где они дают выжимку на типа 12 страниц из каких-то серьёзных книг в отсутствие времени, это тоже классный результат. Конкретные сервисы рекламировать не буду, сами загуглите. Как мы сейчас сказали, это классный инструмент. Давай поговорим о очень важной составляющей бизнес-номадства. Страны, которые на тебя произвели даже не впечатление, а поспособствовали где-то трансформации, пониманию каких-то вещей, страны, культуры. Ну, кроме Индонезии. Я лет уехала в Малайзию. Так. И эта страна мне очень сильно повлияла, и я поняла, что ты там всё равно всегда будешь чужой. То есть я поняла, что в таких странах у тебя есть потолок. То есть даже если ты очень узкопрофильный специалист, ты всегда иностранец. Ты никогда не можешь получить там гражданство, ты никогда не защищён. И если убьют иностранца и убьют малайца, совершенно разное наказание будет у убийцы. То есть даже ценность твоей жизни, она другая. И это дало мне очень большое понимание, что, ну, и связь какую-то со своей родиной, наверное. Из последних моих передвижений, вообще последние полтора года путешествую, путешествую в Европе. И, кстати, там совершенно другое отношение к инфлуенс-маркетингу, когда люди узнают, что ты блогер. Вообще, если ты снимаешь контент и люди это видят, они спрашивают, ты, вы блогер? Да, можно у вас подписаться? То есть они все понимают ценности этого. Потому что сейчас там все бизнесы на это подвязаны. Так. И даже та же пекарня, которая сейчас в ТикТоке безумно популярная, в Париж приходишь, и там очередь. Они же только с помощью ТикТока, с помощью съемки, харизмы этого владельца повара и очень красивой подачи. Говорят, на вкус не очень. Ну, круассаны, как круассаны. Да. Но стоишь на ними два часа. И они понимают силу влияния людей, того, что люди, люди не любят бизнес, люди любят людей. И когда ты показываешь себя, когда ты показываешь свой характер, потому что у нас еще привыкли, что бизнесмены, ну, у нас такое есть, какая-то неприступная гора, такой пиджак, или даже если не пиджак, ну, очень серьезный, у него какие-то процессы, сложности. Потому что у нас многие бизнесмены тащат все процессы на себе. Большинство процессов на себе. Это же в других странах все делегировано уже на самом деле. А у нас большинство бизнесменов, он знает все в своем производстве, ежедневно какие проблемы наступают. Поэтому, естественно, у него нет времени. Плюс отношение в целом к блогингу у нас такое, меняется. Если еще пять лет назад посмотреть, когда все в глаза закатывали, что там с камеры ходит, то теперь оно меняется. Но не ждите, пока места для эфира не будет. Делайте это сейчас. То есть оно еще есть, его еще много. У нас очень много крутых бизнесменов. Все партнеры, с которыми работала я, будь то Асель, владелица Лулу, будь то Венера, все, с кем я работала, моя цель, чтобы им не нужна была реклама у блогеров. Чтобы они не покупали рекламу блогеров. Чтобы они сами были лицом своего бренда и голосом, к которому аудитория может обратиться, когда они встречаются с какой-то проблемой, связанной с их клиентским сервисом или с их продуктом. И тогда тебе не нужно будет трястись над своим сотрудниками. Тебе аудитория будет показывать все, что происходит, все твои слабые точки, все твои сильные. И это будет, как раз, тебя больше и больше вдохновлять. Не хочешь рассказать про личную жизнь? Не рассказывай. Это ты решаешь, что кому показывать и какой уровень доступа давать к себе. И от тебя никто не требует же в жизни, вот давай, Серик, расскажи мне все, что ты делаешь. Естественно, нет. Почему ты должен мне это рассказывать? То же самое идет в социальных сетях. Только вы выбираете, что транслировать. И когда у вас четкая цель, вы понимаете, какой стратегии придерживаться. И в этом плане, я последнее время жила на Бали, и там, конечно, очень много блогинга, но там все фрилансеры, это в основном те, кто делает контент для кого-то, то есть монтажеры, на удаленке они работают. Либо сами блогеры, которые показывают свой лайфстайл. То есть бизнес-блогеров там очень мало. Я вообще считаю, что у нас в Казахстане очень много бизнес-блогеров, больше и больше, и мне очень нравится это дело, что и мужчины начали. Я все время говорю, мужчины, почему вы не ведете контент? Брендам не с кем работать. Вот в свое время у нас были четыре звездочки, да, только. И все, и за неимением других блогеров, естественно, к ним обращались все бренды. И ниша, она до сих пор свободна. Сейчас больше и больше попадает. Мне очень нравится Сакен Кагаров, обожаю просто. Посмотрите, как человек, который увлекается спортом, имеет харизму, никто ничего не знает о любой личной жизни. Он не ведет лайфстайл-блог, где я был, что я делал. Он рассказывает о конкретных вещах. О конкретных вещах и показывает, качественная съемка и нет отбоя от контракта. И уже для него я вижу много вариантов коллабораций, когда ему надоест, например, или по состоянию здоровья, у него недавно травма, да, сильная была при съемках, когда ему не хочется больше заниматься блогингом, но он может сделать такие крутые коллаборации, которые будут кормить его очень много лет. Важный вопрос о таком и цифровом, и физическом дауншифтинге, с которым все равно остров Бали и вообще те места, где море, пляж. Это немножко миф. Что там очень классно? Нет, там, конечно, классно, но типа, а как там работать? А как вот это, сейчас, знаешь, это вопрос достаточно узкой прослойки нашей аудитории, но она очень для нас важна. Это такие, либо те, кто прям хочет стать бизнес-номадами, либо уже ими являются. Когда ты действительно много ездишь, но не просто в отпуск. Да. Узнаешь страну, узнаешь культуру, что-то новое для себя, может быть, как ты это реализуешь потом у себя на родине. Или там ищешь какие-то возможности. Вот я об этой части, не только о море. На самом деле, я переехала на Бали без обратного билета, не зная, насколько я туда поеду и чем я там буду заниматься, прекрасно понимая, что я потеряю действующие контракты, потому что для наших рекламодателей важно, чтобы ты был в стране, чтобы ты приезжал к ним. Я бы это все прекрасно понимала. Но, как я уже говорила, вера в себя в том плане, что я знаю, что мой язык меня до Киева доведет. Я нигде без работы не останусь. Это первое. Второе, я не боюсь работы. Я считаю, что люди, которые работы не боятся, неважно, в какую страну они поедут, другие считывают сразу в тебе твой внутренний авторитет, твой внутренний масштаб личности и то, на что ты способен по ходу даже одного разговора. Поэтому, будь то Бали, будь то Европа, то есть выбирать, понятно, что из ресурсов, которые у вас есть сейчас, куда вы можете поехать и на сколько. На Бали работать нельзя. То есть лететь туда и работать там, это просто противозаконно, вас сразу же депортируют. Если вы там собираетесь как-то работать, то вас депортируют мгновенно. Если вы работаете онлайн из дома, то да, но если вы оказываете какие-то услуги, делаете съемки или оказываете какие-то оффлайн-услуги, которые можно отследить, вас депортируют мгновенно. Поэтому я не советую никому так делать. Без рабочих виз работать. Надо уважать законы страны, в которую вы едете. И прежде чем ехать куда-то, нужно попробовать реализоваться там, где ты сейчас есть. То есть, чтобы получить какие-то навыки. Потому что вы всегда везде берете с собой одного человека, себя. Вы не становитесь другим человеком при переезде в другую страну. Вы остаетесь с теми же навыками, с тем же мировоззрением, с той же готовностью быть открытым миру и брать, жадно впитывать всю эту информацию. Если вы здесь ее жадно не впитываете, думаете, что вы самый умный, и вас такого не ценят, вам ничего не надо, вы с тем же набором внутренних качеств переезжаете на Бали. И умение зарабатывать деньги на самом деле это очень легкий навык. Потому что, если относиться к деньгам как к инструменту для того, чтобы жить так, как хочешь, а не как цели конечной, тогда ты понимаешь, что так, а какая моя цель, сколько мне для этого надо денег, что я умею, где я могу это заработать. То есть, у тебя выстраиваются стратегии, а не просто я мечтаю быть богатым и жить на Бали. Если ты просто мечтаешь быть богатым и жить на Бали, то очень сложно себе маршрут построить, именно дорожную карту, какой-то майндмэп сделать, потому что это все очень абстрактно. очень насыщенно, очень насыщенно с точки зрения хаков, каких-то хинтов и прочих реальных вещей от Эмман Кулубетова сегодня. Завершить я бы хотел следующим. Но это, правда, тоже такой немножко совет. Потому что я сам сейчас в поиске этого нахожусь. При большом объеме мультитаскинговых совершенно вещей тяжело. И ты такая же, я знаю. И мы еще с тобой такие в хорошем смысле этого слова экстраверты. Но именно поэтому я знаю, что силы в этом смысле они тоже не бесконечны. Вот как ты их пополняешь, как ты перезаряжаешься? На самом деле, только кажусь экстравертом. Я не выхожу из дома вообще. Я сегодня впервые вышла из дома с пикника. Три дня с квартиры. Я не выхожу из квартиры. Без надобности я не выхожу. Я мало общаюсь с людьми. Я понимаю, на чем сейчас мой фокус. У меня не так много лет активной физической силой энергии осталось. То есть еще 10 лет, и ты в таком темпе уже работать не захочешь просто даже, даже если можешь. И я понимаю, что сейчас у меня не время для гулянок, разговоров бестолковых. Понимаю, что из-за этого я где-то возможно чувствую пустоту в моментах. Но потом столько дел, столько дел, что некогда это чувствовать. Для меня самое главное это хорошо выспаться и окружать себя людьми, которые меня наполняют, у которых я постоянно чему-то новому учусь. И благодаря которым я прокачиваюсь внутренне. Потому что у каждого человека можно что-то взять. У каждого человека... На самом деле люди не общаются друг с другом просто так. Это прозвучит цинично только для тех, кто общается ради выгоды. Но мы не должны общаться просто так. Мы взрослые люди. Мы не в первом классе, когда нас посадили за одну парту, и мы должны теперь дружить до гробовой доски. Мы должны выбирать себе окружение, которое будет нас вдохновлять и которое будет показывать нам наши лучшие черты, а не триггерить наши худшие. Поэтому у меня достаточно ограниченный круг общения, несмотря на то, что кажется, что я очень открытый интроверт, экстраверт. Я со всеми в хороших отношениях, но я не переписываюсь ни с кем, у меня нет времени. Я не разговариваю по телефону. Просто так. В хорошем смысле. Да, в хорошем смысле. Ну, конечно, узнать, как дела, потому что соскучились, можно. Потому что у меня каждый день связь с… Сейчас 63 тысячи человек, которые в день отправляют мне по 300-400 сообщений в директ, и только это все разгребсти уже занимает несколько часов. Помимо этого, у меня есть дети, у меня есть какие-то свои желания, путешествия и так далее. Поэтому я хочу всем, наверное, сказать, чтобы быть наполненным, вы должны понять, что вас наполняет и куда вы сливаете энергию. И как только вы поймете, куда вы сливаете и закроете хотя бы этот краник, все, вы будете наполненным. Не нужно ниоткуда специально наполняться, вы наполняетесь автоматически. То есть процессы, они идут, вы были усталые, утром проснулись уже не усталые. И если вы уберете то, что выжимает из вас всю энергию, тех людей, те проекты в том числе, которые, возможно, приносят деньги, но пока эти деньги к вам придут, вы уже проклинаете все на свете. И на самом деле вы потеряете много больше, потому что если бы вы были в ресурсном состоянии, то вы бы сделали это легко. А ресурсное состояние у меня складывается из того, что мне нравятся партнеры, с которыми я работаю. Если мне неприятно с этими людьми, не сошлись мы с ними, при первом контакте сразу я это чувствую, я не берусь за эти проекты. Ни разу еще меня не подводила чуйка. Каждый раз, когда я такая, ну ладно, думаю, ну ничего. В итоге все получалось нервотрепка, всю душу из меня вытрясут, и ты потом думаешь, лучше бы вообще этих денег не зарабатывала. Чтобы мне нравился продукт, чтобы мне был интересен проект. Если эти три составляющие есть, я могу не есть, не спать, только работать. Мне это никогда не забирает силы. И не становится скучно от этого. Вообще. Я обожаю свою деятельность. Я считаю, что все мы должны любить то, чем занимаемся. Понятно, что невозможно любить это каждый день 24 часа. Какие-то процессы сложнее, какие-то процессы легче, но в целом это должно приносить удовольствие. И как только это прекращает приносить удовольствие, нужно пересматривать свой путь, думать, почему так происходит. Это непросто, но этому нужно посвящать время. Я сам сейчас нахожусь практически в таком статусе, когда есть определенные обязательства, которые надо выполнить. Здесь мы как взрослые люди, иногда делаем то, что надо. Да, и это тоже важно отметить. Тоже, друзья, не думайте, что мы как бабочки порхаем, да, Сайман тут по миру. Порой мы стремимся к тому, чтобы максимально делать только то, что нам нравится, но если есть обязательства, которые необходимо выполнить, мы их выполняем с честью и достоинством. Я вообще для тебя вот вижу одну рубрику. Мне кажется, если бы ты с ней зашел в TikTok или Instagram, мы думаем больше Instagram, потому что твоя аудитория больше тебя знает, а по возрасту сидит на Instagram. Все знают, каждый раз, когда я запускаю в Stories тег тебя, или когда удивитель, говорят, боже мой, Серик Акишев что ли спит в холодильнике? Он не меняется? 20 лет вообще не меняется. Если бы ты начал рассказывать об уходе, даже коллаборации, коллаборации, магазины, наши бренды, сколлаборируйтесь просто. Протом, что у тебя такая поставлена речь, если бы ты просто рассказывал об уходе именно с мужской точки зрения, такого контента нет. Я уверена, что мужчины, которые очень хотят выглядеть хорошо, все хотят выглядеть хорошо, молодо, энергично, и вот узнавать все секреты у тебя, это же не обязательно только уход, это же и внутреннее состояние, это же и то, о чем ты думаешь, чистота мысли, если ты бы делился этим контентом, как так выглядеть и быть таким, какой ты есть, несмотря на всю сложность работы, которую ты ведешь. Да. То есть это же съемки, это очень сложный процесс. Окей. Поэтому. Спасибо тебе большое. Мне было бы очень интересно. Я попробую. Я бы следила. Да, хорошо. Дай недельку, я начну. Кстати, важная ремарка в завершении. Вот это сейчас прям ярчайший пример, то, о чем сегодня мы говорили с Айман, и до этого в других выпусках. Придумали, нравится, не откладывайте реализацию. Делать сразу, хоть что-нибудь. Да. Лучше сделать какой-то шаг, чем не сделать вообще никакой. Абсолютно.